Начну свой даже не доклад, а скорее всего это можно назвать таким длинным вступительным словом ко всем последующим докладам. Я бы пыталась проанализировать, что же произошло за последние 20 лет в лечении ракомолочной железы. И начну я с некоторых статистических фактов, просто чтобы подчеркнуть, что рак молочной железы по-прежнему остается лидирующей онкологической патологией, как среди всего населения, так и особенно среди женского населения. И вы видите данные Глобокан 2018 года, рак молочной железы по количеству новых случаев делят пальму первенства с раком легкого. И в мире ежегодно сегодня насчитывается более 2 миллионов новых случаев рака молочной железы. И в 2018 году более 600 тысяч пациентов, к сожалению, от этой патологии погибли. Как обстоит дело в России? Рак молочной железы в России – это также проблема номер один в структуре женской заболеваемости онкологической всего населения, и тем более в структуре заболеваний у женщин. И, например, в 2018 году на долю рака молочной железы приходилось чуть более 20% всех случаев злокачественных заболеваний. Ну, скажу, что у мужчин тоже рак молочной железы, как вы знаете, встречается, но это крайне редкая патология. И вот вы видите, на этой диаграмме для этой патологии даже не нашлось места столь редко. Она среди мужского населения. Если мы проследим, я попыталась найти данные за последние 20 лет, все, что мне удалось найти, вы видите на этом слайде. Итак, в 2000 году среди женщин выявлено 44 800 новых случаев рака молочной железы. А в 2018, обратите внимание, цифра намного больше – 70 682 новых случая. Ну, я как могла посчитала прирост чисто арифметически за 2000-2018 годы. У меня получилось, что практически почти на 60% увеличилось количество новых случаев, а средний годовой прирост составил 3,2% за вот эти отчетные 18 лет. То есть рак молочной железы, частота его возрастает, но я прекрасно понимаю, что это происходит не только за счет истинного возрастания частоты заболеваемости этой патологии, но, по-видимому, наверное, и за счет лучшей диагностики. Но, тем не менее, эта проблема становится все более и более актуальной. Что же изменилось в лечении метастатического рака за последние два десятилетия? Ну, мне кажется, очень примечательно, что мы сегодня все-таки трактуем это заболевание как хроническую болезнь с длительным рецидивирующим течением, хотя, в общем-то, пятилетняя выживаемость не так велика, это всего 20-25%, но, тем не менее, мы ушли вот от этой фатальности в озвучивании этого диагноза. И все-таки полагаем, что женщины, страдающие метастатическим раком, могут долго и успешно сегодня лечиться. Безусловно, одним из достижений последних двух десятилетий стала дальнейшая индивидуализация лекарственной терапии. Если к началу 2000 года мы подошли фактически с тремя, так сказать, рецепторами, на основании которых мы назначали лечение, это рецепторы эстрогена прогестерона, ну и в начале 2000-х уже мы стали назначать анти-ХЕР-2 терапию на основании определения ХЕР-2 статуса, то вот буквально в последние годы добавился целый ряд еще маркеров, которые позволяют нам индивидуализировать лечение наших больных. Это определение мутации Берси-1 и 2, это определение ПДЛ статуса, определение мутации ПИ-3КСИ. Мне кажется, несомненным достижением последних лет стал тот факт, что мы стали больше внимания уделять качеству жизни. Сегодня мы обсуждаем в одинаковой степени не только результаты, не только эффективность того или иного метода лечения, но и, безусловно, соотносим ее с качеством жизни и тщательно изучаем побочные эффекты и качество жизни оцениваем не только с точки зрения физического самочувствия, но и различные аспекты социальной активности, эмоциональную сферу. Поэтому мне кажется, что наша терапия стала больше приближена к пациенткам и стала более гуманной, я бы сказала. Безусловно, дальнейшее развитие получили не только лекарственные методы лечения, которые являются, конечно же, основным методом лечения десеминированной болезни. Сегодня все чаще мы обращаемся к хирургическому лечению у тех пациентов, у которых это показано, к лучевой терапии. У нас довольно широкий арсенал средств проводительной терапии, симптоматической терапии. И все это вкупе позволяет решить две основные задачи, которые мы ставим перед собой при лечении методического рака. Это продлить жизнь нашим пациенткам и улучшить ее качество. Мне кажется, что очень интересным моментом является также выделение так называемой олигометастатической болезни. Мы говорим про нее в последние годы и понимаем, что это некая особая с биологической точки зрения болезнь, по-видимому, при которой длительное время существует небольшое количество метастазов. И поэтому для этой болезни обсуждается возможность попытка радикального лечения там, где это хотя бы теоретически возможно. Я должна сказать сразу, что, конечно, вопрос о лечении олигометастатической болезни, о принципах лечения открыт, но, тем не менее, такой термин в нашей жизни появился. Мы стали обладателями за последние 20 лет молекулярно-биологической классификации рака молочной железы. Я понимаю прекрасно, что базируется она, так сказать, главным образом на рецепторном статусе, но, тем не менее, это, так сказать, в суррогатном виде. Тем не менее, вот такая классификация, безусловно, помогла нам и помогает в нашей повседневной практической деятельности. Лучше понять биологическую особенность той или иной клинической ситуации. Ну и, как вы все знаете, суррогатными по типам ракомолочной железы, которые мы определяем по рецепторному статусу, появляются люминальный вариант, среди которого выделяется люминальный А, люминальный Б, ХР2 негативный, люминальный Б, ХР2 позитивный, ХР2 положительный нелюминальный и тройной негативный РА. Это стало возможно благодаря такому стремительному развитию медицинских технологий, фундаментальной медицины, биологии, и это все сегодня уже нашло отражение, в нашей повседневной практической деятельности. Ну и, конечно, безусловно, мне кажется, что за последние 20 лет арсенал лекарственных препаратов пополнился не отдельными даже препаратами, а целыми группами препаратов, которые вошли в нашу практику буквально за последние два десятилетия. Я все время вспоминаю слова Августа Михайловича Гарина, кстати, сегодня у него день рождения, который всегда рассказывает о том, с чего начиналась химиотерапия, и рассказывает о том, что первоначально все препараты, которые существовали для лечения вообще всех злокачественных опухолей, их можно было уместить в одной руке. Так вот теперь, наверное, для того, чтобы собрать все препараты, где-то их разместить, нам нужен, наверное, будет целый грузовик. Но так или иначе, для лечения ракомолочной железы появились 4 таких направления в лекарственной терапии. Ну, это уже хорошо нам всем известная и привычная антихер-2 терапия. Вы помните, что перстузумаб был первым из препаратов, он появился и стал доступным в начале этого века и тысячелетия. Потом появились лопатини, перстузумаб, ТДМ-1. Что касается гормонотерапии, то я считаю, что наиболее ярким и значимым событием последнего времени было, безусловно, появление ингибиторов циклинозависимых киназ. Но кроме того, были расшифрованы и другие сигнальные пути, которые влияют на чувствительность опухоли гормонотерапии. Это сигнальный путь, который, так сказать, пролегает через МТОР, ПИА-3К. Поэтому сегодня еще мы имеем ингибиторы МТОР и ингибиторы ПИА-3К. Безусловно, это иммунотерапия. И я хочу сказать, что несмотря на то, что рак молочной железы вообще никогда не позиционировался как иммуноопосредованный рак и очень так проигрывал в этом смысле таким опухолям, как рак почки, меланома. Тем не менее, сегодня уже иммунотерапия, определенные ее виды стали стандартом лечения метастатического рака молочной железы. И вы знаете, что большое количество исследований сейчас проводится по изучению иммунотерапии с точки зрения применения в лечении ранних форм, в неодювантной и одювантной терапии. Я думаю, что это направление, безусловно, займет дальнейшую, займет свою нишу в лечении рака молочной железы. Конечно, еще крайне интересной подгруппой препаратов являются препараты, адресованные, так сказать, лечению версии ассоциированного рака молочной железы, то есть наследственного рака, при котором имеются герминальные мутации. Это группа парк-ингибиторов, и это также уже сегодня абсолютно стандартный метод лечения. Говоря о тех новых препаратах, которые появились в последние годы, конечно, нельзя не упомянуть отдельно два препарата, их теперь уже два, которые, на мой взгляд, представляют истинно таргетные препараты, потому что суть их заключается в том, что химиотерапевтическое средство связывается с определенным антителом, и вот за счет этого антитела оно попадает точно на ту клетку, точнее на опухолевую клетку, ну в случае тростозума пантанзина, это опухолевая клетка ХЕР-2 позитивного рака молочной железы. И вот химиотерапевтический компонент высвобождается именно в этой клетке, поэтому адресно осуществляется доставка химиопрепарата в ту зону, которую нам нужно победить. Ну и вот буквально в течение последнего года уже он зарегистрирован, этот препарат. Это, по сути, такой же коньюгат антитела и химиопрепарата, но используется он для тройного негативного рака молочной железы и представляет собой коньюгат активного метаболита иринотыкана с гуманизированным антителом к определенному антигену, который обнаруживается как раз в клетках рака молочной железы, в том числе в клетках тройного негативного рака молочной железы. Мне кажется, вот эти препараты сегодня можно назвать, так сказать, верхом совершенства лекарственной терапии рака молочной железы. Ну и вот собрав вместе все лекарственные средства, я попыталась так создать какую-то классификацию лекарственной терапии метастатического рака молочной железы. Ну традиционно для нас привычными являются, безусловно, гормонотерапия, химиотерапия. И вот выделился за последние 20 лет уж точно, можно сказать, что это теперь самостоятельный вид терапии. Ее можно по-разному называть биотерапией или таргетной терапией, хотя не все из этих препаратов являются истинно таргетными, но тем не менее посмотрите, сколько подгрупп таргетных препаратов сегодня используется в лечении метастатического рака молочной железы. Ну повторюсь, это антихер-2 препараты, ингибитор МТОР, ингибиторы CDK-4, 6, ингибиторы 5, 3K, PARP-ингибиторы, это иммунотерапия и антиангиогенные препараты в лице биоцизумаба, которые, несмотря на то, что широкого применения при раке молочной железы, может быть, не нашел, но тем не менее он имеет тоже свою четкую нишу. Если вы посчитаете количество этих препаратов, то кажется, что это более 40 препаратов из различных групп, которые сегодня позволяют обеспечивать достойные сроки жизни пациенткам, страдающим раком молочной железы. Ну и, безусловно, вот такое интенсивное развитие науки, и самое-то главное внедрение этих научных достижений в повседневную практику, безусловно, сказалось и на смертности от рака молочной железы. Ну вот в левой части слайда вы видите, как соотносится заболеваемость и смертность от рака молочной железы в мире. Вы видите, что при том, что в большинстве стран заболеваемость так или иначе растет, смертность от рака молочной железы в большинстве стран снижается. И я попыталась найти статистические данные, касающиеся России. Скажу сразу, что за 20 лет это было довольно сложно сделать. Но вот все-таки мне попалась статья вот с таким графиком, правая и верхняя часть слайда. Если вы присмотритесь, то такая жирная кривая сплошная – это смертность от рака молочной железы на 100 тысяч населения в России, поскольку здесь еще представлены и другие страны. И вы также видите, что с 80-го примерно по конец 90-х отмечается неуклонная тенденция к росту, точнее даже не тенденция, а неуклонный рост смертности от рака молочной железы. И вот где-то в районе 2000 года и дальше мы видим такую небольшую плату. И вот дальше мне удалось найти статистические данные с 2008 года по количеству летальных исходов от рака молочной железы. 2008 год – это 22 946 случаев. 2018 год – значительно меньше 22 295 случаев. Это при том, что все-таки мы говорим о росте заболеваемости, то есть при том, что растет заболеваемость, смертность все-таки снижается. И вот если мы посмотрим на чисто статистические показатели смертности, стандартизованные и рассчитанные на 100 тысяч женского населения, то мы видим как бы отрицательный прирост 19,25% с 2008 по 2018 год. И такой же среднегодовой темп прироста – минус 2,15%. Каждый год на такое количество процентов снижается смертность от рака молочной железы. Я понимаю, что это также не только заслуга лекарственных методов лечения. Это, безусловно, более хорошая диагностика, более частое выявление ранних стадий. Это совершенствование локальных видов лечения. Но, безусловно, если мы говорим о метастатическом раке, то здесь, конечно, основную роль в сохранении жизни, в увеличении продолжительности жизни, играют, безусловно, лекарственные препараты. Ну и я надеюсь, что в следующих докладах коллеги расскажут о лечении каждого из подтипов. И поэтому я свое выступление заканчиваю и передаю слово следующим докладчикам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.